Приветствую вас! Я к вам с гороскопом на сентябрь. Что же нас ожидает? Что нас ожидает в первом осеннем месяце этого года? На самом деле можно характеризовать его одним словом, очень загруженный. Самым главным событием месяца будет то, что нас ожидает ретроградный Меркурий. Он начнет свое влияние, он начнет свое движение с 10 сентября и пробудет в таком положении весь месяц. Если вы что-то планируете важное, если вы знаете, что на вас ретроградный Меркурий влияет не самым лучшим образом, то важные дела лучше завершить до 10 сентября. Теперь давайте по порядку, как обычно у нас будет, какие астрологические события нас ожидает, и далее гороскоп для всех знаков зодиака. Итак, 10 сентября Меркурий начнет свое движение ретроградно и внесет свои коррективы в наши повседневные дела. Где-то может что-то опаздывать, где-то ломаться, где-то могут быть недопонимания. У каждого свое. Как будет влиять именно на вас, это вам нужно учесть, зная вашу персональную натальную карту. Следующее событие этого месяца это 17 сентября. Солнце перейдет в знак Девы. Но опять же, солнце в знаке Девы, оно очень рационально, хозяйственно и направлено на то, чтобы решать дела. Вообще такой сентябрь, да, как бы очень много дел, необходимость урастать по полочкам, необходимость там решить все вопросы. Поэтому солнце в Деве, конечно, будет этому способствовать. 23 сентября не совсем прямо астрологическое, но тем не менее день осеннего равноденствия. Очень сильный по энергетике день, когда можно совершать практики, когда можно производить, прохватить какое-то очищение пространства. Обязательно относительно этого дня вам дам отдельную информацию. Далее, следующее событие и последнее. Немного в сентябре события, на самом деле. 24 сентября Венера перейдет в знак Девы. И Венера в Деве это очень рациональные покупки, это очень продуманные какие-то действия покупки. Где-то на распродаже что-то купить. Если стиль, то он такой, чтобы сочетался, да, или на будущий сезон. Это уже у нас не Венера в Ольве, когда я такая красивая, в бриллиантах или там, я не знаю, в шикарном костюме, да, там если к мужчинам. Это уже Венера, которая так, колготки подобрать к цвету, чтобы подходила и к этому, и к этому. Или там, я не знаю, там что-то со скидочкой, но чтобы хватило на несколько сезонов. Это Венера в Деве. И покупки в дом тоже будут очень рациональными. Из астрологических событий это все, что нас ожидает. очень мало, но не стоит как бы расслабляться, потому что осень будет очень насыщенной и нас скоро ожидает коридор затмений. С началом движения Меркурия ретроградно целых три планеты будут двигаться ретроградно. Юпитер, Сатурн и Меркурий. Это будет возвращать нас в прошлое, к недоделкам. Здесь не получится сказать, знаете, не сделал, сделаю потом. Здесь это необходимо будет делать. Поэтому сам по себе сентябрь, это как подготовка к таким насыщенным месяцам, как октябрь, ноябрь, декабрь, как я говорю, там у нас и Марс будет двигаться ретроградно. Но об этом мы поговорим не сейчас, а уже ближе к тем месяцам. Пока нужно сориентироваться на то, что сентябрь загруженный месяц, и учесть влияние ретроградного Меркурия. Если говорить относительно того, что принесет этот месяц каждому знаку зодиаку, давайте начнем традиционно с овнов. И для овнов это достаточно благоприятный месяц, который может принести финансовые возможности, много энтузиазма, какое-то вдохновение. Чего не скажешь про ноябрь и октябрь, потому что овны очень любят солнышко и с давлением осени, они могут хандрить, у них могут на меланхолия наступать. А сентябрь такой будет боевой дух, многое будет получаться и возможности будет проявляться, поэтому пользуйтесь овны. Тельцы. Тельцы немножко, скажем так, отдохнули, теперь пора в бой, в работу, вступать и опять в работу. И много дел, много работы, много возможностей, желание обучать и обучаться будет проявлено, но необходимо быть аккуратнее в тратах только то, что необходимо. Либо важно. Никаких таких необдуманных трат. Близнецы. Близнецы будут раскрываться, в том числе энергетически. Им захочется себя проявлять, какие-то проекты организовать. Нужно немножко быть аккуратнее, потому что окружение может подумать относительно вас, вот эгоистичность, да, то есть концентрация на себя, то есть постарайтесь это учесть, то есть обращайте внимание на окружение в том числе. Для близнецов много энергии, много дел, но опять же, как и тельцам, необходимо быть аккуратнее в тратах, потому что очень много может быть таких мошенников вокруг и неожиданных трат, которые могут быть не совсем правильными, то есть вы, допустим, как бы мошеннические схемы будут возле вас, да, вот там не совсем правильные траты, поэтому аккуратнее в них. Также вам хорошо сменить стиль или сделать ремонт. Раки. Вас могут окружать в этом месте недоброжелатели и завистники, поэтому старайтесь очень личным, либо чем-то вдохновляющим вас делиться только с самыми-самыми близкими, остальное храните у себя внутри, в сердце, и старайтесь не доверять всем секретам. Интуиция и связь с Луной будут необыкновенные в этом месте, поэтому прислушивайтесь, пожалуйста, к себе. Львы. Для львов это месяц новых впечатлений, знакомств и достаточно влиятельных знакомств, которые в будущем могут повлиять на вашу судьбу, поэтому не нужно сидеть дома, пожалуйста, львы, проявляйтесь. Очень много общения, движения и с финансами в принципе хорошо, но главный акцент это люди, это окружение и деловые знакомства. Вот эту тему, пожалуйста, постарайтесь прямо учесть. Дева. Для девы это личная жизнь, любовь, что не актуально изначально, да, вот в прошлый месяц было для девы, в этом месяце, когда все работают, у девы любовь. И на самом деле здесь как бы будет очень много в этом направлении энергии, а вот относительно окружения, дружбы, здесь могут быть некие недомолвки, ссоры, поэтому постарайтесь, пожалуйста, учесть этот момент и не накаляйте атмосферу и старайтесь не вступать в какие-то дискуссии, дебаты с друзьями, с окружением, особенно женским полом. В работе будет все тоже хорошо, но главный акцент на личную жизнь. Весы. А весы в этом месяце будут размышлять, думать о возможностях перемен, будущего, переезда, смены карьеры. Очень-очень такое сознание будет постоянно думать, вообще хочется перемен, перемен ждут весы. Конечно, не факт, что они решатся именно в этом месяце, но тем не менее мысли будут промелькать. Актуальна также будет тема образования, причем она может выйти неожиданно на первый план, поэтому тоже учтите, что это будет очень актуально. Если вам предстоят какие-то поездки, путешествия, это замечательно, потому что они принесут новые эмоции и новые возможности. Скорпионы. А вот для скорпионов это не самый простой месяц, и им нужно быть аккуратнее. Никакого риска, аккуратнее вождение автомобиля, вообще максимально быть аккуратнее и постараться исключить всякие риски и в финансах, и в отношениях с семьей и окружением, потому что здесь может быть какая-то, какие-то вот недопонимания такие, что могут вызывать крупные ссоры. Что хорошо делать скорпиону? Посвятить это время себе, но уж точно не рисковать. Стрельцы. Достаточно нейтральный для вас месяц, много размышлений, много каких-то идей. Если вы не можете на что-то решиться, посоветуйте своим близким или знакомым. Именно это может вам помочь в решении ваших вопросов. Козероги. Тема здоровья. Непростой месяц. Не игнорируйте эту тему. Пожалуйста, максимально старайтесь вот в эту сферу, в этом направлении обратить внимание, потому что здоровье может подвести. Много энергии будет уходить на какие-то небольшие дела, такие вот. Это как, знаете, нейтральный месяц, где необходимо учесть, что энергия будет уходить на решение каких-то бытовых вопросов и обратить внимание на здоровье. Водолеи. С одной стороны, много новых впечатлений и эмоций, с другой стороны, этот месяц может принести вам разочарование в любви, поэтому будьте, пожалуйста, внимательнее. Открывайте всем свое сердце Водолея. Постарайтесь сосредоточиться на каком-то творческом направлении. Хорошо вот энергию, которая у вас будет, направить в творческое русло. И рыбы. В этом месяце вы будете решать вопросы всех, но не свои, то есть вот для всем вам необходимо будет решить вопросы за всех. И вопросы недвижимости, вопросы какие-то связанные с родственником. Очень много энергии будет уходить в это русло, поэтому иногда старайтесь отдыхать и находить время на то, что вам нравится. Вот такой нам предстоит месяц, загруженный, не для всех такой легкий, но тем не менее, если мы будем учитывать влияние астрологических событий, то он может быть даже весьма и перспективным. Я надеюсь, что информация была полезна. До новых встреч и счастливого всем сентября!